Сегодня я хотел бы рассказать о энергоэффективности и энергосбережении на горнодобывающих предприятиях. Вообще сейчас задачи в области энергоэффективности и энергосбережения в целом для промышленности, да и для бытовых сфер являются очень актуальными. В связи с распространением новой коронавирусной инфекции, в связи с нехваткой энергетических ресурсов, очень актуальными становятся задачи энергосбережения. Из-за того, что, наверное, 60% потребляемой электроэнергии приходится на промышленное производство в нашей стране, то этот вопрос для промышленных и горнодобывающих предприятий становится тоже очень актуальным. В частности, у нас в Мирненском политехническом институте на кафедре электроэнергетики и автоматизации промышленного производства ведутся совместные работы с акционерной компанией «Алроса» по внедрению энергосберегающих мероприятий в области частотно регулируемого электропривода на горнодобывающих предприятиях, в области компенсации реактивной мощности, путем внедрения систем непрерывного мониторинга показателей качества электроэнергии, систем автоматизации, систем моделирования режимов работы технологического оборудования. В чем вообще состоит проблема? Есть понятие качества электрической энергии. Электрическая энергия, как и любой товар, должна обладать определенным качеством. Под понятием качества электрической энергии понимаются определенные нормы и требования, предъявляемые к определенным показателям электрической энергии, таким как отклонение напряжения, отклонение частоты, несинусоидальность, несинхронность фазных напряжений. Таким образом, в соответствии требований показателям качества электроэнергии устанавливают определенные, задают определенные цели для достижения на горных предприятиях. Что здесь имеется в виду? Допустим, если технологическая установка, потребляющая несколько десятков, а то и сотен киловатт, будет работать при напряжении не соответствующим определенным нормам, предъявляемым качеству электроэнергии, тогда работа оборудования может осуществляться некорректно, могут происходить выходы из строя отдельных систем электропривода, что может понести ущерб, то есть убытки производству, предприятию. Зачастую даже могут повлечь опасность жизни и здоровью людей. Так, если взять установки горного производства, связанных с подземной добычей и переработкой полезных ископаемых, это наши подземные рудники алмазодобывающей промышленности, то такие установки, как главная вентиляторная установка, которая отвечает за подачу воздуха в шахту, клетевая подъемная установка, которая осуществляет доставку на поверхность и, соответственно, вниз под землю людей, насосные установки, которые обеспечивают откачку воды из шахты, это установки так называемой первой категории, к которым подъявляются требования по бесперебойности электроснабжения. То есть электроснабжение этих установок не должно прерываться ни на секунду, потому что от них зависит жизнь людей на руднике. Вот к таким установкам предъявляются особые показатели, параметры качества электроэнергии. И, в частности, для достижения этих показателей, параметров, применяются различные системы электропривода. В частности, мы с коллегами, наши сотрудники Миринского политехнического института и специализированного треста «Алмаз-автоматика» акционерной компании «Алроса» проводили совместные исследования по изучению режимов работы главной вентиляторной установки рудника интернациональной, где были, допустим, сделаны следующие заключения. Ранее главная вентиляторная установка приводилась в движение синхронным двигателем при прямом запуске двигателя, что, конечно же, вызывало большие скачки в плане провалов напряжения. И это приводило к выходу, скажем так, к отключению главных распределительных подстанций на руднике. То есть останавливалось производство, и необходимо было вручную производить переподключение. После вот таких отключений было принято решение установить регулируемый электропривод, частотно-регулируемый, который бы позволял более плавно осуществлять запуск двигателя, что как бы перестало приводить вот к таким скачкам, к таким вот провалам напряжения. Но в то же время наблюдались ухудшения других показателей качества электроэнергии, связанными с появлениями высших гармонических составляющих напряжения, которые могут приводить, опять-таки, к другим последствиям, в том числе выходу из строя другого второстепенного оборудования, которое тоже установлено в этой же системе электроснабжения. Тогда, после проведения комплексных исследований, до внедрения, после внедрения, была вот принята программа по комплексной вот такой вот автоматизации, ну, к примеру, главной вентиляторной установки, был полностью, ну, во-первых, был заменен сам вентилятор главного проветривания, который уже, ну, морально был изношен, эксплуатировался более 15 лет. Помимо вот замены вентилятора, удалось заменить тип электродвигателя с синхронного на асинхронный электродвигатель, который является более простым в эксплуатации и является более надежным. И также удалось заменить преобразователь частоты с советского, ну, с российского преобразователя частоты по ЧВС на импортный зарубежный аналог преобразователь частоты PowerFlex 7000 производства американской фирмы Allen Bradley. Результаты измерений после сделанных замен, да, после модернизации, полной, полной модернизации системы электропривода, показали, что режимы работы главной вентиляторной установки, во-первых, стали более энергоэффективными, более экономичными, при мощности главной вентиляторной установки 2000 кВт. Система частотно регулируемого электропривода за счет регулирования скорости вращения, за счет плавного пуска, в среднем показывала результаты потребления электроэнергии на уровне 500 кВт, то есть почти в 4 раза меньше, чем номинал. И также были произведены замеры гармонических составляющих, которые тоже снизились, то есть мы получили снижение высших гармоник, которые, скажем так, позволили более сохранно относиться к второстепенному оборудованию, да, менее мощному, которое тоже расположено в этой же системе электроснабжения рудника. Вот такие вот мероприятия по внедрению современных частотно регулируемых электроприводов, да, вот с целью энергосбережения, это не единичные примеры, также есть пример исследования нами вообще возможности, да, рассмотрения вот внедрения системы частотно регулируемого электропривода на обогатительной фабрике, на насосной установке оборотного водоснабжения. В настоящее, ну вот как бы перед применением системы частотно регулируемого электропривода насос приводился в движение тоже с помощью прямого пуска, синхронный двигатель также мощностью 350 кВт приводил в движение насос. Тоже осуществлялся прямой пуск, который тоже, ну не очень благоприятно сказывался на вот в целом системе электроснабжения, были небольшие тоже провалы напряжения. Нами были рассмотрены два варианта внедрения системы частотно регулируемого электропривода. Это внедрение низковольтной системы ЧРП и высоковольтной. То есть в чем здесь разница? При использовании низковольтной системы частотно регулируемого электропривода на напряжение 380 вольт пришлось бы дополнительно затрачивать средства на внедрение понижающей трансформаторной подстанции с 6 кВт до 380 вольт. Ну, соответственно, кабель низковольтный пришлось бы дополнительно прокладывать. А при внедрении высоковольтной системы частотно-регулируемого электропривода, ну здесь достаточно было бы просто преобразователь частоты высоковольтной приобрести соответствующей мощности и все. То есть здесь, казалось бы, на первый взгляд затрат меньше. Но с тем учетом, что стоимость высоковольтного преобразователя частоты на точно такую же мощность по сравнению с низковольтным в разы больше, до двух с половиной раз, здесь мы просчитали технико-экономические затраты и пришли к заключению, что внедрение низковольтной системы частотно-регулируемого электропривода даже с учетом затрат на капитальные вложения по строительству понижающей трансформаторной подстанции с двумя трансформаторами, соответствующей мощности с 6 до 0,4 кВт были бы более экономически эффективными. И также мы просчитали последующее обслуживание, сравнение низковольтной и высоковольтной системы электропривода. Здесь мы тоже получили значимую разницу в экономии в плане низковольтной системы, потому что замена тех же самых тиристоров высоковольтных, которые используются в высоковольтной системе ЧРП, она, конечно, намного больше, значительнее. Один высоковольтный тиристор может достигать стоимости в 1000 долларов, что для низковольтного в десятки раз меньше. Поэтому вот такие исследования в области энергоэффективности, энергосбережения с подтверждением показателей качества электроэнергии являются, вносят значимый вклад в целом в энергосбережение производства. Работы в этой области продолжаются. В связи с ограниченным доступом на такие сложные технические и охраняемые объекты, как подземные рудники, обогатительные фабрики, нами также используются методы математического моделирования систем электропривода и электроснабжения наших предприятий. То есть мы берем систему либо электропривода, либо электроснабжения. В пакете программ MATLAB создаем ее математическую модель. Математическая модель обрабатывается и может перевестись либо в структурную, либо в физическую модель, на которой уже можно просчитать определенные показатели, получить те же самые все данные, задав начальные исходные значения оборудования, ну без доступа к оборудованию. То есть уже предварительно на этапе исследования мы можем понять, на каком участке горного предприятия целесообразно более детальное рассмотрение, установка приборов по измерению качества электроэнергии, дополнительные измерения количественные, то есть мощности, напряжения выдаваемого. А где это нецелесообразно, где эти показатели энергоэффективности будут минимальными. То есть вот такие вот работы по компьютерному математическому моделированию тоже очень сейчас широко применяются и в принципе погрешность, то есть ну как бы достоверность таких моделей сейчас достигает 95 процентов. То есть это очень высокий уровень при моделировании технических систем, на которые уже можно опираться. Музыка 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 Музыка